В субботу 14 марта в районе центра активного отдыха Большуха прошли 24 по счету снегоходные гонки на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. Традиционно генеральным спонсором Бурандея выступила компания «Лукойл», а телеканал «Север» вел прямую трансляцию с места событий. В этом году на соревнования заявились 54 гонщика. Это 29 участников в основном заезде, 11 участников в заезде в классе «Свободный», 9 прекрасных участниц на женский заезд и 5 ветеранов. Все они прошли с утра необходимый техосмотр, получили допуск от медика. И вот уже начались отборочные заезды. Длина трассы в этом году составляет 925 метров. На отборочных заездах гонщикам предстоит преодолеть 5 кругов с 9 поворотами. Теплая зима 2020 года внесла свои коррективы в традиционную схему спортивного праздника. Из-за выступившей налет воды невозможным стало проведение гонок на Качгартинской курье. В сжатые сроки в целях безопасности трассу проложили в районе развлекательного центра «Большуха». Трасса была не только новой и более сложной для спортсменов, но и зрелищной для болельщиков, поскольку хорошо просматривалась. То, что касается именно спортивной составляющей, трасса действительно была сложной. Во-первых, достаточно экстренно уходили с воды, потому что поняли, что на нее было не выйти. В принципе, опасения наши подтвердились. Уже в ходе первых отборочных заездов спортсмены оценили сложность трассы. Трасса эта посложнее, но опять же, еще одна сложность, которая возникла. Буквально в эту ночь, именно в эту ночь мы перешли с плюсовой температуры на минусовую, и появилась корка льда. Поэтому даже у нас многие заезды были сокращены с 7 кругов до 5. Для безопасности гонщиков и чтобы им было проще. Трасса в этом году действительно была извилистая и рассчитанная на совершение спортсменами сложных маневров. Был здесь и искусственный трамплин. Особенности трассы таковы, что одновременно участвовать в заезде могли только 10 снегоходов, а не 15, как это было на Качгартинской курье. Традиционно спортивный праздник начался с отборочных заездов, после которых состоялось его официальное открытие. Традиционно ставшими почти за четверть века гонки на снегоходах на приз Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза Артур Николаевича Черенгарова сегодня в очередной раз у нас состоятся. У нас уже стала традиция, что эти гонки ознаменуют на Эренмаре приход весны. В этом году весна настолько старалась, что пришла намного раньше, и нам даже пришлось поменять из-за этого места проведение. Надеюсь, что вам всем понравится. Мы старались, чтобы и здесь всем было очень комфортно, и была хорошая возможность с семьей, с детьми провести сегодняшний день и получить удовольствие. Отдельно хочу поблагодарить наших надежных партнеров, нашего уже традиционно генерального спонсора наших праздников Буранде и компанию «Лукойл» за то, что они помогли нам с вами сегодня устроить такой замечательный праздник. Действительно важно отметить, что несмотря на все катаклизмы, традиции в регионе, они остаются и продолжаются. За все эти годы этот праздник, эти гонки, они стали своеобразным брендом Ненецкого округа, брендом, который объединяет вокруг себя с каждым разом все большее количество не только участников, но и желающих увидеть это уникальное зрелище. Ну а мы, как компания «Лукойл», конечно же, с удовольствием рады и дальше поддерживать развитие этого бренда, бренда, который пропагандирует здоровый активный образ жизни, пропагандирует спорт, да и просто создает праздничное настроение жителям региона. «Мы, конечно, дорожим нашим единственным эксклюзивным соревнованием, коим являются гонки на снегоходах. Такого больше нет нигде в России, нет такого размаха, нет такой заинтересованности наших жителей». «Я хочу передать привет от Артура Николаевича Черенгарова. Он просил передать, что он вместе с вами, и, как всегда, просил быть на трассе внимательным друг к другу, уважать друг друга. С праздником вас, дорогие друзья! Ура!» Сразу после церемонии открытия соревнований состоялся первый почетный заезд, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Вместе с участниками соревнований на трассу выехали глава региона Александр Цибульский, председатель собрания депутатов Александр Лутовинов, депутат Госдумы Сергей Коткин, главный федеральный инспектор по Нинецкому округу Кирилл Шимко и руководители компании недропользователей. И сразу после заезда первые впечатления о трассе. «Мне показалось непростой. Я, конечно, не профессионал, не часто я участвую в соревнованиях по снегоходным гонкам, но мне показалось, что надо быть аккуратным всем. Своевали огромную популярность среди зрителей на своем кубе. Мне кажется, я уже два с половиной года, как я приехал, каждую зиму тренируюсь, тренируюсь почти каждую неделю. Но это, конечно, был такой, как вы говорите, лайтовый заезд. Скорее символичный. Скорее символичный. Правда, стоял у нас вопрос о том, чтобы вообще отлинить Буранде, из-за того, что слишком теплые дни. И то, где традиционно месяц, где традиционно курьи проводились соревнования, там действительно невозможно было это делать. Но мы подумали, что нарушать такую традицию, которая 24 года невозможна и неправильна. Поэтому перенесли его сюда. Мне кажется, я не знаю, как оценят это все гости на Буранде, но мне показалось, что здесь получилось очень неплохо. Все очень компактно, неплохая сделана для зрителей. И мне кажется, может быть даже. Всем здесь понравится не меньше, чем в предыдущем месте. На вопрос журналистов о том, за кого же Александр Цибульский болеет на этот раз, глава региона оставил в секрете. Но отметил, что предпочтения за три года у него уже сформировались. Тем временем на трассе разворачиваются нешуточные страсти. Александр Цибульский дает старт финальному заезду среди женщин на снегоходах Буран. Отборочные заезды для этой категории спортсменов не предусмотрены. Справятся ли девять представительниц прекрасной половины человечества со своими железными конями на этой сложной и извилистой трассе? С первых минут после старта на трассе между женщинами разворачивается нешуточная борьба. Три лидера практически вплотную преследуют друг друга до самого финиша. Но первой эту черту преодолевает спортсменка из Андиго. Опередив ближайшую соперницу всего на три секунды. Несколько минут назад завершился, пожалуй, самый красивый заезд. Это женский заезд. В этом году в нем принимали участие девять гонщиц. И признаемся честно, мы шокированы тем, что произошло. Третий к финишу пришла Анна Павловна Христолюбова из Лабожского. Второе место заняла Елена Стремоусова из Красного. И вот сейчас к нам присоединяется победительница Любовь Балакшина из деревни Андик. Любовь, вы понимаете, что вообще сейчас произошло? Пока еще нет ноги подкашиваться, но я очень-очень рада. Вы понимаете, что вы обошли самых титулованных гонщиц? Ну, у меня уже было начало в прошлом году, я была вторая. И теперь первая. Каков он вкус победы? Сладкий, сладкий, очень сладкий. Так что, ну, хорошо. Трасса, говорят, в этом году очень сложная. Вот на отборочных мужчины очень многие сошли с дистанции, потому что девять поворотов, новая трасса. Как вы оцениваете? Трасса? Просто она была не такая длинная, как в прошлом году, но было очень много кругов. Заботалась в кругах, думала, сколько еще осталось. А так трасса, кочки, кочки, но интересно. В традиционном заезде ветеранов на снегоходах класса «Буран» вновь не было равных опытному гонщику Василию Попову из деревни Макарова. Второе место занял Валерий Христолюбов из деревни Лабожская. Любопытно, что и в прошлом году участники занимали те же места. На этот раз разрыв между первым и вторым местом составил 7 секунд. Третье место занял представитель Нарьинмара Николай Скопин. Несколько минут назад завершился заезд ветеранов. В нем принимали участие 5 гонщиков. Первым к финишу пришел Василий Попов, а вот вторым оказался Валерий Христолюбов. Вообще, на самом деле, эти гонки, это прямо такая целая семейная история. Вот сейчас у нас в кадре знаменитая династия гонщиков Христолюбовых Александра, Анна Павловна, Валерий и дочь Дарья. Скажите, пожалуйста, как вообще, откуда пошли вот эти вот гонки? Почему вы, как вот так получилось? Ну, первым начал участвовать Валерий Николаевич, а потом как-то и до меня дошло. Почему бы не попробовать? Поэтому в 2000 году я села на Буран, начала участвовать. А девчонки, они с детства на снегоходах, поэтому и потихоньку-потихоньку. Вот в этом году Даша первый раз участвовала. Я в 2012. Да, Сашенька в 2012 первый раз. Ну, сегодня на трассе, вот на женском заезде, выбором были в большинстве. Знаю, что вы пришли к финишу третий. Девчонки, вот трасса новая, да? Вы вообще впервые, получается, участвовали, да? Да, да. А Дарья, Дарья, вот ваши эмоции сегодня? Вот. Очень страшно. Адреналин просто так согрел душу, прям ужас. Ну и все. Тренировались перед тем, как выйти на трассу? Ну, недели три, наверное, мы в деревне тренировались. Анна Павловна, ну вы тут вот бесспорный лидер и самая титулованная участница не только Нараненецкого округа, но и России победительница. Что для вас значат эти гонки? Мне кажется, уже для каждого участника и гостя Буранде, если вас нет на трассе, это не тот Буранде, потому что ваши листья шапка, ваш зеленый шарфик уже, наверное, стали таким символом женского заезда. Вот что для вас значат эти гонки? Для меня гонки – это, наверное, уже часть моей жизни, так сказать. Без них я уже просто не могу. Вам, наверное, повезло, как не каждому мужчине повезло в жизни, вас окружают такие замечательные, смелые женщины. Вот для вас что значит этот спорт и переживаете ли вы за своих дам, когда они на трассе? Конечно, переживаю. Я не смотрю даже, боюсь. Он в старт не смотрит, он уходит просто-напросто в сторону. Мы стартанули тогда только, да. Сильные эмоции в этот день испытывают не только гонщики, но и зрители, пришедшие поболеть за участников соревнований, посмотреть яркие концертные выступления, поучаствовать в конкурсах. Спикер окружного собрания в этом году впервые выехал на трассу соревнований, приняв участие в почетном заезде, посвященном 75-летнему юбилею Победы и Году памяти и славы. Какие эмоции, какие впечатления? Знаете, действительно первый раз. Сколько раз я на этих гонках, а сегодня мне посчастливилось, прямо так скажу, хоть и на скорости, которая отвечает всем требованиям безопасности, пройти круг почета со знаменем Нинско-автономного округа, а впереди это шел флаг Победы и флаг нашей России. Поэтому, конечно, чувство гордости, чувство сопричастности и чувство большой-большой радости. Ну, а не появилось желание стать участником когда-либо? Появилось, конечно, потому что я считаю, что я могу в полной мере. Ну, конечно, здесь уровень наших участников соревнований очень высокий, и поэтому, конечно, надо уважать их умения, их знания, их смелость. Поэтому я скажу, конечно, такое желание просыпается. Но надо все-таки понимать, что наши северяне, они умеют ездить. Не просто ездить, они умеют быстро ездить и красиво ездить. Пожалуй, один из самых зрелищных соревновательных моментов – это снегоходные гонки в классе «Свободный». Скорость, драйв, адреналин. По сути, красивый полет ярких спортсменов на скоростных машинах. В этом году победу в гонке одержал Владимир Кудряшов из Тельвиски. Второе место – за новичком юниором Алексеем Стримаусовым из поселка Красное. Третье – у нырьянмарца Виталия Стримаусова. Надо отметить, что участие в снегоходном кроссе становится доброй традицией для многих окружных семей. Она уже передается из поколения в поколение, как в семье Стримаусовых из поселка Красное – от отца к сыну, от матери к дочери. В чем секрет семейных побед? Это азарт, действительно. Мы когда-то с мужем начали ездить, потихонечку мы выбыли. Начал старший сын ездить, потом и дочь. А Сейгат у нас крайний сын. Он еще, конечно, школьник. Ему только в феврале месяце было 18 лет. А в марке он уже стартовал. Купили мы ему на 18 лет снегоход новый, обмундирование. Азарт от отца и матери передался детям. Елена – заядлая гонщица, победительница женского заезда «Бурандэй-2019», в этом году вторая. Чуть-чуть подвела удача. Какие-то три секунды решили исход борьбы на трассе. Я нисколько не расстраивалась, что у меня второе место. Дала слабину, на следующий год на верстайм. Ну, следили за вами в инстаграме. Вы тренировки-то давненько уже начали, да? Зал. Залом стала давно заниматься. Потому что надо спину укреплять, руки, ноги. Ну, в общем, все мышцы. А на снегоходах? Это секрет. Фирмы. Ну вот вы, как мама, вам не страшно за детей? Это же очень опасный спорт. И тут смотришь, когда гонщики ездят, переворачиваются, аж мурашки по телу бегут. Очень страшно. Нам уже это не остановить. Лена, дочь, сказала, что это вы виноваты, это вы нас заразили. И нам сейчас уже не остановиться. Я вообще ничего еще не понимаю, я еще не пришел в себя даже. Как бы на трассу выехал, приехал, только тогда включился. Все. Ну, так в целом я очень доволен своей гонкой. Единственное, что перевернулся, это жаль. Ну, бывает. Первый раз все-таки. Так в целом все прошло удачно. Ну, хочется первое место занять, вот признайтесь честно. Ну, как не хочется, естественно, хочется. На ваш взгляд, в чем секрет этого уникального мероприятия? В северном характере. Только наш характер северный. Никакие морозы, никакие там экономические кризис, никакие политические турбулентности, никакие там потепления какие-то глобальные. Ничего нам не грозит, ничего мы не боимся. Люди все вместе здесь, весь Наримар практически сегодня на большухе. И участвуют вместе с нашими уважаемыми спортсменами. Уникальное событие, большой праздник, желанный, который жители ждут округа. Вот этот праздник. Главная интрига соревновательного дня. Кто же в этом году станет победителем главного заезда спортивного праздника Буран-Деи в гонках на снегоходах класса Буран? Здесь всегда участвуют проверенные временем опытные гонщики. Вырвать победу у которых крайне сложно. Но интрига имела место быть. Сюрприз удался. Только что завершился главный заезд в классе Буран. Значит, в нем принимали участие 29 гонщиков. И вот у нас победитель, обладатель Кубка Героя Советского Союза, Героя России Артура Николаевича Челенгарова Дмитрий Ванюта из города Наримара. Дмитрий, что чувствуете? Ну, радость, счастье. Первый раз такое. Постоянно ездил. Всегда второй, третий. Ну, четвертый два года подряд занимал. Ну, а сейчас по итогам жеребьевки, наверное, будут, не жеребьевки, а очкам. У меня получается в общем количество два первых и одно третье. Наверное, скорее всего, я первый буду. Потому что там уже без вариантов. Потому что по третьему заезду, финальному, там больше накидывается. Два очка, наверное, больше. Ну, эмоции у меня зашкаливают. Вот все, что могу сказать пока что. Ну, а трасса опасная. Очень скользко. Можно было где-то закуситься и все, упасть и все проиграть. Сколько бы участников сошло с трассы. Серебряным призером в гонках на снегоходах «Буран» стал Александр Коткин из деревни Андик. Бронзовым Кирилл Чупров из поселка Красное. Впереди церемония награждения победителей и призеров праздника. А пока окунемся в его атмосферу и расскажем о том, что еще организаторы праздника приготовили для зрителей в этом году и чем удивляли. Конкурс «Веселые сани» посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Конкурсантам нужно было не только смастерить креативные сани, но и продемонстрировать их, спустившись с горы. Так, осторожно, если готовы. Куда немножко. Спуску. Например, одни из самых ярких участников. Фавориты конкурса «Веселые сани» Сергей Цулюпа и Елена Черепенина изготовили сани «Катюша», напоминающие автомобили времен войны. Вот, пожалуйста, вот у нас здесь кнопочка включается. Вот включается. Делали мы ее совсем мало, 4 дня. Готовились к победе. Ну, что еще сказать? Это делали для внука. В фантазии инженеров на конкурсе не было предела. Например, Маргарита и Александр Дуркины представили на суд жюри работу «Майское застолье», угостив зрителя не только вкусными блюдами, но и песней. Как-то на рассвете за пиву соседней сад. Готов? А группа поддержки? Где у нас? Где у нас группа поддержки? За праздничным столом семьи Дуркиных можно было не только вкусно угоститься, но и весело прокатиться. Символизирует то, что вот дед пришел с фронта, его внучка встречает. Все на саморезах, все прикручено. То есть все крепко держится. И вентилятор закрутился. Кто помогал вам делать? Завелся. Кто, внучка помогала? Конкурс «Веселые сани» удивил зрителей не только креативом, но и возрастом конкурсантов. Самой старшей участнице за 90. Бабушке у нас 92 года. Она у нас медсестра, оказывает первую помощь. Люди тоже были важные во время войны. Несмотря на возраст, женщина была в полной боевой готовности. Ведь семья Детковых представили на конкурсе «Сани 31-я бригада», посвященные оленно-лыжному батальону Карельского фронта, защитникам заполярных сопок. Именно олени и лыжников боялись немцы. И в годы Великой Отечественной войны защитники заполярья проявляли чудеса героизма. Все работы получили заслуженное внимание зрителей. Ну а самые креативные инженеры – денежные призы. Первое место досталось изготовителям «Сани Катюша». Серебро получили «Сани Ивана Апицына» и «Филиппа Кычина». Авторы майского застолья заняли третье место. Специальный приз уполномоченного по правам ребенка Неницкого округа получили «Сани корабль гремящий». Кроме этого, на территории развлекательного центра «Большуха» была организована развлекательная программа для детей и взрослых. Катание на лошадях, выставка продажи неницких сувениров и фотозона с историческими костюмами. Центр развития бизнеса развернул палатку с товарами местных производителей под брендовым названием «Сделано в НАО», а также ресторанный дворик. На открытой сцене выступали местные творческие коллективы и приглашенные гости. Команда КВР «Уездный город». Я считаю, что самое крутое было первый круг почета. Мне понравились женские гонки. Я такого не видел никогда. Вообще-то, конечно, мне кажется, мужское такое развлечение, потому что при морозе и ехать на открытой мототехнике – это, конечно, развлечение для мужчин. И то, что в нем участвуют женщины, это значит, что на севере женщины они очень крутые. Причем мне чем понравилось? Мужчины ехали молча все на снегоходе, а когда ехали женщины, по трассе прям было слышно. И, наконец, наступает торжественный момент, не менее волнительный, чем сами снегоходные гонки. Дорогие друзья, пришло время узнать имена победителей и призеров и наградить участников соревнований по кроссу на снегоходах «Буран Дэй» в 2020 году на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Черенгарова Артура Николаевича. Я уверен, что победили сильнейшие. Мне кажется, это были красивые соревнования. Давайте теперь отметим тех, кто были лучшими. Итак, подведем итоги спортивного праздника «Буран Дэй» 2020. Они на ваших экранах. Класс «Буран» женщины. Первое место – Любовь Балакшина из Андига. Второе место у Елены Стремаусовой из поселка Красное. Третье место заняла Анна Христолюбова из Лабожского. Класс «Буран» ветераны. Первое место завоевал Василий Попов из Макарова. Второе место у Валерия Христолюбова из Лабожского. Третье место досталось Николаю Скопину из Нарьинмара. Класс «Свободный мужчины». Первое место у Владимира Кудряшова. Второе место у красновчанина Алексея Стремаусова. И третье место у жителя Нарьинмара Виталия Стремаусова. Класс «Буран мужчины». Первое место и кубок героя Советского Союза, героя России Артура Челенгарова, достается Дмитрию Ванюта из Нарьинмара. Второе место у Александра Коткина из Андига. И третье место у красновчанина Кирилла Чупрова. Впечатления вообще незабываемые. Я не понимаю, что с вами происходят эмоции на шкале. Остается добавить, что генеральным партнером спортивного праздника традиционно выступила компания «Лукойл» спонсорами зарубежней в добычах «Арьяга» и ННК «Печора нефть». Алина Волучейская, Ольга Малыгина, Ольга Русул, Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Вадим Стасюк. Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин